Добрый день, с вами компания Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей. Суть нашей сегодняшней встречи монтаж водосточной системы. Таких финских, как Аквасистем, Руки, Линдбад, они все однотипные, из металла и так далее. Сегодня мы будем монтировать Руки финского производства. Для начала хочу вам произвести экскурс, какие необходимые материалы и комплектующие данной водосточной системы. Если вы будете терпеливы и досмотрите до конца, еще получите от меня несколько полезных советов, как и на чем можно сэкономить. И вообще наши ролики направлены на то, без заумности, как сделать именно своими руками, помочь людям, сделать без лишних затрат и так далее, своими руками, маломальским инструментом. Значит, смотрите, для монтажа водостоков, самый важный инструмент это шнурка, понадобится для натяжения и установки уклона крюков, то есть пада воды желоба. Возьми крупно, возьми крупно, вот. Вот. Не хотелось бы делать бесплатную рекламу, но все-таки кровельно. И саморезы в цвет. Я буду крюки крепить этими саморезами. Шайбы сниму, чтобы все-таки заход самореза был поглубже. И пройдемся по комплектации. В монтаже водосточной системы я использую короткий карнизный крюк. Короткий. Обратите внимание, попозже я вам расскажу, почему. Есть длинные крюки, которые необходимо сгибать и, так сказать, заводить покровенный материал. Я использую короткий и приведу массу аргументов в пользу этого. Значит, заглушка универсальная, правая и левая. Это понятно, она с резиновой прокладкой на желоба. Это крепление со штырем в стену для водосточных труб. Это колено. Этот размер нивелируется. Можно сюда в середину вставлять водозрину, ну, добавлять обрезок трубы. То есть, в зависимости, какой у вас вылет крыши от стены и так далее. Сама водосточная труба и желоб. Это выход из желоба. Он, значит, поставляется, отверстие делается в желобе и так далее. Это замок на желоб с резиновой прокладкой. Типичная ошибка. Надо вот этими ребричными поверхностями укладывать. Они должны быть обращены в сторону желоба, не как наоборот. Вот так, но это неправильно. Только так. Ну, в принципе, все. Вводная часть у нас пройдена. Пожалуйста, за нами. Будем устанавливать водосточную систему. Итак, мы на лесах и закрутили первых два крюка. Этот карнизный крюк, значит, мы закрутили по уровню чуть ниже, чем с той стороны. Потому что в этой части планируем водосточную трубу. Соответственно, пад воды должен быть на этот угол. Значит, а тот крюк с той стороны мы приподняли на 3 сантиметра. На 6 метров мы, значит, достаточно. 3-2,5 сантиметра приподняли. И натянули шнурку. Теперь по размеченной шнурке мы стараемся посадить карнизный крюк. Пока я буду закручивать его, я вам расскажу, как обещал, почему я не использую длинные карнизные крюки, которые нужно загонять под крышу. И я обещал вам предоставить аргументы. Ну, первое. За карнизный длинный крюк вы будете переплачивать. Потому что он длиннее, и, соответственно, как материал он дороже короткого. Второй аргумент. Вам надо гнуть крюк и загонять его под крышу. Это тоже дополнительная работа. Значит, ну и, соответственно, третий минус. Длинный крюк, он не приспособен для какого-то текущего ремонта. Если вывернет желоба, нам приходилось и так далее. Представляете, снять крюк, это приходится снимать полностью кровельный материал. Или, если это недоступно, как здесь, в фальцевой кровле, придется его обрезать болгаркой. Он просто не ремонтоспособен. А карнизный крюк, если вы качественно сделали лобовую доску, если вы закрутили, значит, мощными саморезами, все правильно сделали, выдержали, чтобы кровля сходила снег, не задевая крюк, он, край крюка не был препятствием кровли. Если прочертить пунктирную линию, край крюка не должен быть препятствием. То он будет стоять очень здесь долго. После того, как мы закрутили на карнизной лобовой доске карнизные крюки, я забыл сказать, между рядей их должно быть 60 см. От крюка до крюка. Вот по шнурке. Теперь снимаем шнурку и вставляем сюда водосточный желоб. Следующим этапом будет вставка водосточного желоба. И, соответственно, для этого вам надо вставить заглушку универсальную. Они идут, как правило, правая и левая, без разницы, на обе стороны. В комплекте дается к финским желобам, руки, Аквасистам и Ленбад, вот такие резиновые прокладки, которые нужно использовать для заглушки. Их надо разделить на две части. Для этого есть разделительная линия. Просто надо ножом разрезать, заглушив пока. И вот нам просто надо вставить нож и по этой разделительной линии разрезать. И вот мы вставляем в этот паз прокладку. Вставляем. Все довольно-таки просто. И потом непосредственно направляем в водосточный желоб. После чего, как заглушка плотно села в посадочное место, мы изнутри страхуем кровельным герметиком. Набитым на ясной. И вот это не видно изнутри, снаружи, то есть. И я просто подстраковал герметиком, и будет служить герметично очень долго. Трехметровый желоб вставляется в карбузные крюки элементарно. Важно попасть в прорезь вот этими носиками. Вот. Проконтролирующие все желоба. И вставляем. Он сидит на месте. Все четко. Следующий этап. Надо нам сейчас... Я взял с собой рулетку. Я померю, так как желоба 3 метра, я померю, сколько осталось до конца. Потому что необходимо, наверное, отрезать кусочек будет, чтобы вставить сюда. И прикину отверстие водосточной трубы. После чего, как мы вырезали отверстие проходное для водосточной трубы, немножко его молоточком обработали, чтобы кромка имела, так сказать, капельник. И на кровле будет устанавливаться выход из желоба. Тут все предусмотрено. Восстанавливается таким образом. Здесь водичка никак мимо не протечет. Вот этот попадает в расширитель. И потом уже в водосточную трубу. Это я вам покажу на самой крючке. После того, как мы вставили оцинкованную трубку, сюда устанавливается замок. Ну, соединитель желоба, так называемый. Который соединяет герметично два желоба с резиновой прокладкой. Таким образом. Вот. Делается данное соединение. И мы еще для пущей верности этот стык пройдемся герметиком. И сейчас хочу вам рассказать о важной составной части. Зачастую вот люди, которые хотят намонтировать водостоки своими руками, спотыкаются вот на этом. Как рассчитать четко слив водосточной трубы, то есть трубу от желоба до низа. Смотрите. Одно колено я вставил на выход из желоба. Второе держу в руках. Не зря. Значит, я определяю, значит, сколько у меня будет крюк. Ну, труба 6-7-5 сантиметров. Такой диапазон. 5-7 сантиметров от стены. Вот. Я определю. И рулеткой я меряю расстояние от колена до колена. Показывает, что это 12 сантиметров. Но мне трубу реально надо отрезать, чтобы с одной стороны она вошла в эту трубу, сантиметров 4-5, и наделась на эту. 4-5. То есть 12 плюс 8 сантиметров. Мне надо отрезать 20-метровый отрезок трубы. И я их составлю, будет вот на расчет. И дальше идет у нас уже водосточная труба. Мне от этой точки надо померить, какой кусок длины сюда вставить. Теперь хочу вам показать, как мы установили уже непосредственно водосточную трубу. Вставили туда насадку 2 сантиметров, как я вам говорил, от колена до колена. И на два ухвата крепления в стену. Я этого достучно. Трубу. И вставил. Какой хотел вам дать полезный совет. Смотрите, обратите внимание, в комплекте финских труб, да и всяких, на добавление от кровли до стены дается метровая труба. Ну, смотрите, если я добавил кусочек 20-сантиметровый, я отпилил от этой трубы, то видите, это получается у меня такой отход. Отход почему? Видите, здесь в трубе дается расширение. Одеваться на колено, либо на трубы. Как можно сэкономить на это? Теперь полезный совет, о чем я говорил. Берем обычные пассатижи и легким движением руки делаем такую манипуляцию. Это у нас будет заужение трубы. Таким образом, нам не стоит покупать на каждое добавление по метровой трубе. Мы эту трубу можем еще использовать на 3 трубы, или 4 как минимум. Одна труба стоит порядка 600 рублей. То есть, понимаете, из-за 20-сантиметрового кусочка покупать трубу вот с этим расширителем с муфтой. Ну, это кощуство. То есть, как я вам показал, вручную, это совет номер один. Совет номер два, как обещали. Смотрите, усиление водосточной системы. Из такого же металла нарезаем полоски. Вот, Вась, с ними на каждом крюке сверлим отрестие. Соединяем заклепку с этой полоской. И потом, будь то фальцевая, металлочерепица. Если металлочерепица, то вместо заклепки, допустим, вот такой кровельный саморез идет в крышу. Вот. И на каждом крюке мы добавляем усиливающую полоску. Это уже супер. Это наше новшество. Это значительно усиливает кровлю. Ну, не кровлю, а водостоп. Никуда он не деется. Это суперпрочный водосток. Суперпрочный. На каждом крюке через 50-60 сантиметров, если сделать такую полоску, это как жесткий треугольник, ваш водосток может служить, поверьте мне, очень долго. И ничего с ним не случится. Итак, смотрите наш канал, подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, звоните. если хотите, чтобы крышу вам сделали суперкачественно, обращайтесь в Кровмонтаж. Мы обязательно приедем и сделаем вам ее. До встречи. С вами был Мороз Алексей и оператор Василий. Василий. Продолжение следует...